Сейчас его приименовали. Раньше он назывался Полярно-Уральский природный фауны. Буквально месяц назад он стал называться Ингелон. Почему я туда так сказала? Потому что там живут потрясающе красивые овцы-быки. Это животные представители мамонтой фауны, которые в 20 век уже отсутствовали. Остались небольшие количества садов, где-то на серии Канады, на островах. И потом они были потихоньку реинтродуцированы в разные места Арктики, в том числе и в России. И на Полярно-Ураль их привезли, понятно, на вертолеты-осмолеты-предоставки из Якутии примерно в шестом году. Сейчас они обитают в двух вольерах 15 километровых, примерно до 50 километров. Но поскольку они активно размножаются, их на прекрасном условии размножения, их все время выпускают в зиму природу. И они доходят там, они ходят от влезь по всему Полярному Уралу. Это, собственно, карта, куда можно прийти пешком, славиться можно на лодке, на плоту. Есть автомобильные маршруты. С северо-восток, получается, как раз местечко, ближайшее от участка, где расположены автобусы. Называется поселочек Ла-Барабай. Там же документа Анна Мерка, отец не будет написать. Заня Менецкая, по расставу которой относится в Ростов, в которой будет снят фильм «Белый день». Декомендую посмотреть. Вот. Но куда я не поехала. Я попросила с какого-то фотографа. И меня приняли в феврале. И вот. А, пусть, в августе, сентября этого года. Это картончик, снятый мурачом. Зимой там было восемь человек, где-то был один единственный инспектор. Есть все колено. Орельная стопка, с которой можно обзорять окрестностей. Речник, который злеет два участка. Вот. Здесь там замечательные полярные куропатки. Орлы там есть, куропатки есть. Орелья есть. Ольгов там тоже нет. Речник основывается с образованием какого портала. Я, например, в жизни увидела тундра летняя. На их глазах превращалась в осенью. Как раз и менялись. Пушица, которая тоже в первой жизни увидела. Речка. Очень жидкая, кстати, речка. Но ловить там нельзя. Так просто книжники не было. Замечательные инспектора, которые у меня супровожили везде. В пружину, потому что воду есть как раз. Вот. Семен Разум сладул. Вот. Ладно. Это Анатолина. Вот. И. Так называемые хомячки. Они называют хомячками. Я в прошлый раз рассказывала про Камчатку. И мой камчатский друг называл хомячками. Медведи Камчатки. То эти, между собой, хомячки называют своих подопечных. Прекрасных артилуков. Чем они хороши? Тем, что у них одна из самых теплых видов шерсти на их теле. У них очень легкий подшерсток. Это называется гигиут. И она в восемь раз теплее эта вещь. И она продается, по-моему, за 70 тысяч рублей. За эту лограмму. Невероятно. Я брала чувства. Потому что они обвиняют. Они оставляют где-то на ветках. Держи руке. И у тебя руха будет просто. У них есть шерсти. Вот. Они ходят. У них есть растерение. Они ходят. Отдельные самцы по жизни ходят. Группы холостяков ходят. И отдельные коробки с терярками. Если вы встретите замечания. Это вот тайные люди. И вы в Венке на Полярном Урале. Ну, немножко взгляднее. А в ЦБК. Когда идете в Москве, и он будет делать вот так вот. Я показываю. Да. Или вот так вот. Ни в коем случае шаг вперед не делает больше всего. Потому что дальше будет так. Это опасно. Они защищают молодня. Вот. И при этом они очень любопытные. У них очень хороший слух. Обоняние не очень хорошее. Скрипит ветки. Они чуют. Они сразу управляют мордочку в сторону опасности. И считывают на нас. Кто-то прячется в скитопарк. И не кидает его в службу. Почему они при уничтожке? Потому что, как все опытные. Они защищают молодня. Становятся в корне. Защищают в центре малышей. И очень из автомата. И очень стрелы заболевают. Всего страдания, к сожалению. Против человека они оказались до силы. То есть они очень сильные. И очень быстрые. Вес самца максимальный до 650 кг. В среднем 350-400 кг. Самка поменьше, конечно. А самка до 350 кг. Большое старое. Это норма. До 250 кг. Это норма. Потом они распадаются. Потому что на 180 кг. Поставок. Ну, как бы шуха какой-то. До 59-15 до 50 кг. Потом он просто не удерживает. Гон у них происходит. С цветом по октябрь. Они сшивают постельно-прочными рогами. И иногда в процессе рога теряют. Здесь продемонстрирую один безрог. Вот. Это теряты. Я увидела, что какие-нибудь смешные и привольные спушки. Обратите внимание. Пушите несколько мячки. С длинными рожками. Рога прочные. Очень прочные. Но сотрясения мозга. А вот спотсоверий у них не бывает. Летом они такие ренеры. Такие немножко смешные становятся. А зиму они, в некоторых момент, они вот так темнее. Летом они немножко выгорают. А зиму они темнее. У них есть такой сезон спине. Болесветные. Болесветные ножки. А так они очень коррекиные. Вот. Вот. Вот тоже скоро начнет теряться. И снова выкликовать. Я демонстрирую. Насколько они хороши. Насколько они красивы. Вот здесь тоже красиво. Рог Абронов. Приживой Санец. Любопытствовал. Ну, дал понять, что мы его... Вот так вот сначала спал, но его просто распудили. Подошли с инспекцией. Ну, красавцы невозможные. Вот. Витер очень сильный. Видите, какая вот длинная щерсть у него под вверх. Устывается. Вот. Красивый прейзер. Ему пыталась писать. Вот. Веточка и дружка прошла. Дальше было похоронение. Это два самца. Они бодались. Я была за камнем. Ближе подойти не могла. Страшно было. Стук. Врагон слышал. Это, если у вас в Яркорде. Все обочиняется. Ну, вот такое они тоже будут присутствовать. Ну, соседи. Участки. Более користая местность. Я покупала зимой или летом. Засекали меня и мамыши. Мамочки их охраняют, соответственно. Если лето и жара. Мамочки лежат. А детки хотят сказать. Дальше. Находим. Тоже очень неплохо. И это. Начинаются. Осенние краски. Тихонечко упоминаются. Смешные треугольные лужки. Начинаются в коре. Потому что они у нас исчезали. А сзади идет грузовая ручка. Это анхваз. Злоснеженные гусьни. Мощные рога. Если челочка большая между рогами, это самочка. Если челочки нет, то рога сплошные. Это самец. Это холстиковый круг самцов. У них нет челочки. И рога уже почти не касаются. Такой каркас. Бегущие. Бегут они очень быстро. То есть, 10 км в час. Но не долго. Устают. Какие-то мощные. Услетающие. Услетающие. Левитация. Показал новый левитация. Станин, летательный момент показывается. Вот. Это испугнул инспектор. К сожалению, на предыдущем кадре. Бегущие. Здесь не бегущие. Дикие особи забежали в маленький модель. Переметнулись к своим носорожищам. Которым они уже пролили целое лето. Инспектор дал маму не догонять. Мне пришлось, соответственно, тоже помогать. Я в самом конце взяла фотографы. Только дикие. Вот. Бежали, бежали, бежали. Потому что тяжело. И опять они заиндиели. Красавчики засмешенные. И на фоне гор. Понравились все-таки? Да. Вопросы есть по псевдокам и олендам.